Мама, петь уже. Отлично! Всем здравствуйте! Сегодня школа скиппинга приветствует вас на онлайн тренировке. Сегодня мы будем с вами прыгать на скакалке, соответственно вам понадобится скакалка. Как подбирать скакалку я чуть скажу попозже. Скакалка может быть любая. И соответственно нужна спортивная одежда и спортивная обувь. Спортивная обувь нужна для того, чтобы ваши ноги не цепляли скакалку и скакалка не била по ногам. Прежде чем мы начнем заниматься, немножко расскажу о скиппинге. Скиппинг это вид спорта, в котором спортсмены прыгают на скакалке, через скакалку, со скакалкой. Выполняя упражнения на скорость, на выносливость, на силу, а также различные трюки, манипуляции, силовые элементы и так далее. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста задавайте в комментариях, пишите. Будем смотреть, будем отвечать на любые ваши вопросы. С чего начать? С того, как подбирать скакалку. Скакалка подбирается следующим образом. Вы становитесь на середину скакалки одной ногой. И так, чтобы ручки доходили до плеча. Примерно под плечо. Соответственно, скакалка не должна быть короткой, не должна быть слишком длинной. Если скакалка будет слишком длинная, то вам придется тратить усилия для того, чтобы разводить руки и крутить скакалку. Если скакалка будет наоборот достаточно короткая, нужно будет либо высоко подпрыгивать, либо выполнять лишние движения руками. И так, еще раз повторюсь, если будут вопросы, задавайте вопросы. Прямо в комментариях мы будем оперативно отвечать на ваши вопросы. Для того, чтобы научиться прыгать на скакалке, нужно правильно держать скакалку. Как держать скакалку? Немножко расскажу о разновидностях скакалки. Есть такая специальная скакалка, так называемая для фристайла. Чем она отличается? Она отличается, во-первых, ручками. Ручки примерно 20 см длинные, для того, чтобы спортсменам было удобно выполнять различные манипуляции. Также на веревке есть такие надетые бусинки. Они нужны для того, чтобы скакалка в различных манипуляциях не путалась, чтобы ее можно было удобно выполнять какие-то прыжки, манипуляции, намотки и так далее. Есть скакалки, спортсмены выполняют также прыжки на скакалке с короткими ручками. Но это дело вкуса, дело умения, скажем так. Вот такая вот есть скакалочка, на которой можно одевать вот такие элементы, украшать скакалочку. То есть видите, да, здесь ручка длинная, здесь короткая. Это обе скакалки для фристайла. То есть в зависимости от того, какие элементы выполняет спортсмен, он выбирает для себя скакалку. Также есть скакалка тоже с длинными ручками, но у нее другой шнур. То есть она более скоростная, если это более управляемая, тяжелая скакалочка. Она немножко тяжелее, шнур тяжелее, потому что на нем надеты бусинки. То вот эта скакалка, она более скоростная и на ней можно выполнять тройные, четверные прыжки и так далее. То есть так называемые мультипрыжки. И есть еще одна скакалка, скоростная. Чем она отличается? Первая, это ручка. Конечно, ручка. Она короче. Здесь есть специальный подшипник. В устройстве, да? Который крутится. Просто ручка крутится. Сама. Ну и, соответственно, трос, в отличие от шнура, он достаточно быстрый. Это скакалка для спринта, для выносливости. Есть скакалка для тройных прыжков. У нее тросик еще легче, когда спортсмен за один прыжок выполняет три оборота скакалки. То есть, вот есть такие разновидности. Как бы основные скакалки это для скорости и для фристайла. Соответственно, в которой есть подшипник, есть тросик. Для фристайла могут быть какие-то различные варианты. Это также длина ручки, бисер, либо шнур. Отлично. Сегодня мы начнем с базового прыжка. Я вам покажу несколько базовых прыжков. Обязательно разомнемся. В скиббинге мы начинаем разминку сразу с прыжков. Он не требует какой-то особой подготовки. Но мы сегодня перед выполнением прыжков немножко разомнем руки, для того, чтобы не получить какую-то травму и так далее. Итак, как же прыгать на скакалке? Я сейчас покажу основные базовые прыжки на скакалке, которые есть, как научиться этого делать. Тот, кто не умеет, тот, кто умеет, будет с нами вместе выполнять прыжки. Итак, базовый прыжок или прыжок вперед. Отталкиваемся двумя ногами. Скакалку крутим вперед, держим за середину ручку. И выполняем прыжок, отталкиваясь двумя ногами. Крутим скакалку и выпрыгиваем вверх. Какие ошибки могут возникать? Первое. Либо широко расставлены руки, либо наоборот близко, либо выполняете какие-то рывковые движения руками и так далее. Если скакалка длинная, приходится руки разводить сильно далеко, чтобы она вам прыгала, под вами проскальзывала. Второй момент – это высокий прыжок. То есть достаточно подпрыгать примерно на 5-7 см от поверхности пола, чтобы скакалка проходила. Не нужно делать высокие прыжки, либо сгибать колени. Это неэффективно, это энергозатратно, поэтому стараемся подпрыгивать невысоко, делая невысокий прыжок. Как вы заметили, руки находятся на одном уровне. Я их не развожу в сторону, не близко, не прижимаю. Я выполняю круговые движения кистью. Небольшое упражнение для того, чтобы понять, правильно вы это или делаете, можно взять листочек, либо какие-то тетрадочки, зажать их руками и выполнять прыжки. Если листочек выпадает, значит, что-то вы делаете неправильно. Все очень просто. Вот такое небольшое упражнение для тех, кто хочет научиться прыгать на скакалке эффективно. Еще раз повторюсь, если есть вопросы, не стесняйтесь их задавать, будем отвечать. Так, смотрите, перед тем, как начать разминку, я покажу несколько базовых прыжков. Ну, сколько человек к нам присоединилось? 12. Отлично. Так, мы начнем с небольшой разминки. Скакалочку пока отложим в сторону. Мы хорошо разомнем ручки. Круговые движения. Начнем с круговых движений плечами, потом перейдем на руки, немножко для корпуса сделаем, и потом попрыгаем на скакалке. Итак, начинаем с простых движений. Руки у нас внизу, и выполняем круговые движения плечами вперед. Стараемся это делать с максимальной амплитудой. Руки не сгибать, прямыми ручками. Выполняем круговые движения вперед и назад. Хорошо разминаем. Стараемся с максимальной амплитудой делать. Вперед и назад. Чередуем движения по 8 круговых движений вперед и назад. Вперед и назад. Это нужно для того, чтобы размять суставы, чтобы мы могли крутить скакалку и так далее. Какого возраста можно заниматься скиппингом? Скиппингом можно начинать заниматься с 3 лет. И у нас есть дети, которые прыгают с 3 лет. Есть Максим Костандов. Он, скажем так, является производителем скакалок. У него есть дочка, которая начала прыгать с 3 лет. Это, конечно, все индивидуально. Инвидуально мы занимаемся пока с детьми более позднего возраста. Мы учим детей прыгать на скакалке уже с 8 лет. То есть это дети, которые уже учатся в школе. Но, тем не менее, у нас есть попытки выхода в детские сады, где мы учили детей прыгать. То есть пока мы занимаемся с детьми школьного возраста, но, тем не менее, прыгать на скакалке можно уже с 3-4 лет. Итак, продолжаем разминку. Если не ответил на ваш вопрос, еще раз задайте. Я еще раз отвечу. Более конкретизирую. Итак, круговые движения предплечьями, ручки в стороны, локти не опускаем и выполняем круговые движения предплечьями вовнутрь. Также по 8 круговых движений и наружу. Стараемся локти не опускать. Выполняем только круговые движения предплечьями. В одну сторону и в другую. Хорошо разминаем, можно побыстрее. Закончили. Теперь круговые движения руками. Руки вверху и выполняем круговые движения руками вперед и назад. Также с максимальной амплитудой. Отлично. Вперед и назад. Закончили. Закончили кисти в замок и произвольные круговые движения руками от себя и к себе выполняем. Хорошо кисти разомнем, чтобы удобнее было крутить скакалку. Закончили. Немножко руки потянем. Рука за спиной, между лопатками и оказываем давление на локоть. Тянем руку. Очень хорошо. После разминочки я покажу несколько подводящих упражнений как раз для тех, кто хочет научиться прыгать. Как раз для детей младшего возраста. С 3-4 лет нужно сначала ребенка научить прыгать. Преодолевать, скажем так, препятствия, прыгать через скакалку, чтобы он понимал, сменили руку, что нужно делать. И несколько упражнений. Покажу простых, как научиться прыгать. Одно вы уже видели, когда мы зажимали между руками и корпусом листочек, либо тетрадки. Это одно из упражнений, которые необходимо сделать. Закончили. Теперь прямая рука. И также тянем, оказываем давление второй рукой, растягиваем мышцы плеча. Одной рукой. Стараемся постепенно амплитуду увеличивать, то есть оказывать давление. Поменяли ручку. Прямая рука. Отпеваем. И закончили. И немножко круговые движения корпусом сделаем. В одну сторону. И в другую. На улице жарко, поэтому если вы находитесь в помещении, открывайте форточки, чтобы проветривалось помещение. Пейте водичку по необходимости. Обязательно это нужно делать во время тренировок, чтобы пополнять свой ручок. И водный баланс. Так, отлично. Закончили. Теперь можно взять скакалочку в руки. И быстренько, пока все готовят скакалочку, подбирают по размеру. У кого не подобранно, еще раз напоминаю. На серединку встаем так, чтобы ручки доходили до плеча. До плеча. Отлично. Итак, для того, чтобы научить ребенка прыгать на скакалке, есть несколько простых упражнений. Сначала можно положить скакалку, чтобы ребенок перепрыгивал через скакалку, отталкиваясь двумя ногами одновременно. Перепрыгнул. Развернулся. Перепрыгнул. Развернулся. Перепрыгнул. Это можно делать в игровой форме. Еще одно из упражнений, это перепрыгивание вперед-назад. Также через скакалку вперед-назад. 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 Ну и, соответственно, боком, из стороны в сторону, вправо-влево. Вот в этих упражнениях нужно научить ребенка отталкиваться одновременно двумя ногами. Это простой базовый прыжок, которым мы учим детей. Когда вы уже берете скакалку в руки, можно начать с простого, когда скакалочка находится в одной руке. Берем скакалку в две ручки и выполняем круговое движение сбоку. Во-первых, обращаем внимание, чтобы скакалка у нас была четко, вертикально крутилась. Вот на этом же также нужно сделать акцент. Научить ребенка крутить, чтобы скакалка не в сторону у нас крутилась, а вот именно вдоль корпуса, параллельно корпусу и вертикально. Одной рукой попробовать и второй рукой попробовать. Соответственно, как вы увидели, что у него получается крутить это в вертикальной плоскости, добавляем прыжок. На каждый удар скакалки об пол, удар, прыжок, 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 прыжок. Можно делать с подпрыжкой, также одной рукой и другой. Как это все начнет получаться, берем скакалку в две руки и, если получается, сразу прыгать, начинаем прыгать. Если же нет, нужно понять, как это делается. Ловим скакалку носочками и перешагиваем. То есть поднимаемся на пяточках, скакалка пролетает под носки, мы ее останавливаем. А то есть перешагнули. Поймали, перешагнули. Поймали, перешагнули. Ребенок запоминает вот этот цикл движения и потом уже просто добавляет прыжок. Еще раз. Скакалка находится сзади. Перекидываем скакалку и ловим. Перекидываем и ловим. Перекидываем и ловим. В чем может быть сложность? Дети, как правило, быстрее учатся почему-то прыгать назад, когда скакалка крутится назад. Скорее всего, это связано с тем, что они видят скакалку. Когда скакалка пролетает за ними, они выполняют прыжок. Здесь же, когда прыжок выполняется вперед, они начинают выполнять прыжок вместе с скакалкой. То есть скакалка пошла вверх, и они прыгают вместе с ней и приземляются. То есть нужно дать понять ребенку, что сначала идет скакалка, потом прыжок. Сначала скакалка, потом прыжок. Вот на вот этом нужно сделать акцент. Сначала скакалка, потом прыжок. Скакалка, прыжок. Как только ребенок увидел, что скакалка пролетела перед ним, он выполняет прыжок. На вот эти моменты нужно обратить внимание. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, мы будем комментировать. Итак, раз вы уже освоили, я покажу сейчас несколько базовых прыжков. Базовые прыжки, которые используются в скиппинге. И мы с вами их выполним под специальную музыку. Будем использовать систему Tabata для выполнения разминки со скакалкой. Итак, мы выполним несколько базовых прыжков. Итак, первый базовый прыжок, обычный открытый прыжок. Когда держим скакалку, крутим ее вперед и отталкиваемся двумя ногами. Попробуйте, у кого получается отлично. Не забываем, что выполняем движение кистью и прыгаем через скакалку. Следующее упражнение – это открытый прыжок назад. Скакалка находится перед нами. И выполняем скакалку, крутим назад, также отталкиваемся двумя ногами. На что стоит обратить внимание? Во время прыжка назад, почему у некоторых скакалка цепляется? Потому что выносят руки вперед. Тем самым, видите, что скакалка не проходит. Поэтому держим руки в районе пояса, не откидываем их назад. Выполняем прыжочки. При этом можно даже немножко отводить руки назад. Как запомнили, то есть два прыжка. Обычный вперед и обычный назад. Следующее – это так называемые прыжки лыжника, когда мы крутим скакалку вперед и отталкиваемся двумя ногами из стороны в сторону. Еще раз внимательно смотрим. Скакалку крутим вперед и на каждый прыжок выполняем прыжки вправо-влево. Прыжок вправо-влево, вправо-влево. Упражнение лыжник. Это третий базовый прыжок. Четвертый – колокол. То же самое, только мы выполняем прыжок вперед и назад. Выполняем вперед, назад. Несколько базовых прыжков. Еще раз смотрим вперед. Обычный вперед прыгаем. Обычный – назад. Лыжник из стороны в сторону. Колокол. Вперед-назад. Следующий прыжок – это ножницы. Когда у нас одна нога впереди, другая сзади. И мы выполняем смену во время прыжка. Следующий прыжок – это ноги врозь. Когда мы прыгаем, ноги ставим врозь. Вместе врозь, вместе врозь. Так, смотрим. Врозь. Когда у нас скакалка сзади, когда у нас скакалка сзади, мы как раз выполняем прыжок в стороны. Итак, это уже шесть прыжков. Седьмой прыжок – это прыжки в крест. Руки скрещиваем. Прыгаем, отталкиваемся двумя ногами и при этом скрещиваем руки. Выполняем прыжок в крест. Прыжок в крест. Если кто-то прыгает на коврец, скакалку можно цеплять, поэтому выберите для себя ровную поверхность. Линолеум, паркет и так далее, чтобы было удобно прыгать. Еще раз, крест. Что за система табата? С системой табата я сейчас вас познакомлю. Это чередование времени упражнения и время отдыха. В данном случае мы будем 20 секунд прыгать, 10 секунд отдыхать. То есть я сейчас включу специально трек, музыка и под нее будем прыгать. Итак, мы с вами уже изучили, вернее, я показал 7 прыжков. Какая сложность возникает во время прыжков в крест? Здесь мы уже подключаем манипуляцию руками. Не просто прыгаем ногами, а уже включаем руками. Какая сложность? Это выполнение креста. То есть какая ошибка у детей возникает? Они просто соединяют руки и разводят. Считаю, что это правильно. То есть выполняем вот такие вот движения. Считаю, что это правильно. Нет. То есть тут же нужно научить ребенка выполнять это скрещивающее движение руками. На что стоит обратить внимание? Чтобы положение ручек было горизонтальное, ручки в стороны, чтобы образовалась вот такая петля и локоть к локоточку очень близко соединялись. Максимально, насколько это возможно. Также можно начать с простого движения. Словли скакалки. Поймали. Перешагнули. Перекинули. Открытый прыжок. Еще раз научить ребенка ловить в кресте. Поймали скакалку, не перепрыгивая. Вот именно, чтобы он запомнил вот это движение, когда руки скрещены. Вернулись обратно. Поймал. Вернулись обратно. Поймал. Обратите внимание на положение рук. Если все правильно, тут уже добавляем прыжок. Поймал. И опять сначала. И восьмое упражнение. Это спринт. Крутим скакалку и выполняем бег на месте. В этом упражнении скакалка проходит под каждой ногой. Какая ошибка возникает здесь? Первое. Спортсмен, вернее, те, кто прыгает на скакалке, иногда прокручивает скакалку и выполняет два шага. Так называемое, прыгает конем. Два шага на один оборот скакалки. Это неправильно. Это не то упражнение, которое нам нужно. Если у вас не получается, нужно побыстрее крутить скакалку и помедленнее выполнять бег. В какой обуви лучше заниматься? Что? В какой обуви лучше заниматься? В какой обуви лучше заниматься? Это лучше кроссовки. Лучше заниматься в кроссовках, потому что есть амортизационная подошва. Чем отличается от кедов, от других? Лучше всего кроссовки. Именно со шнуровкой, чтобы они не спадывали, держались крепко на ноге, чтобы нога не подворачивалась и так далее. Чтобы крепко держали. Обычные кроссовки. Каждый выбирает модель, которая ему удобна. Нет каких-то конкретных рекомендаций. Обычные кроссовки, которые используют для занятий любыми видами спорта. Но, как правило, спортсмены-скиперы делают выбор в пользу игровых кроссовок. Почему? Потому что они выполняют различные манипуляции, прыжки. То есть там где-то идет резкая смена направлений и так далее. То есть движения немножко с чем-то схожими движениями в игре. В волейболе, баскетболе и так далее. Не нужно покупать сильно высокие кроссовки. Достаточно обычных кроссовок. То есть тут каких-то прям конкретных рекомендаций именно эта обувь для скибинга нет. Обычная обувь, в которой вам комфортно заниматься. Итак, не стесняемся, задаем вопросы. Итак, 8 упражнений. Я сейчас их всех повторю. И мы с вами выполним. Итак, первое упражнение. Я показываю сначала, потом начинаем выполнять. Так, 8 упражнений показываю. Первое упражнение. Это обычный прыжок вперед. Где приобрести скакалку для ферстайла? Сейчас скажу. Прыжок назад. Прыжок лыжник. Прыжок колокол вперед-назад. Прыжок ножницы. Прыжки в сторону. Разножка. В стороны вместе. Прыжок-крест. Чередуем открытый крест-прыжок. И упражнение спринт. Итак, где приобрести скакалки для фристайла? Их можно приобрести, к сожалению, пока только за рубежом. В Чехии, либо в Америке. Но к нашей радости есть производитель в Челябинске. Челябинская скакалка. Он производит скакалки для фристайла. Также скоростные скакалки и так далее. У него есть группа ВКонтакте, есть сайт. Можно найти. Челябинская скакалка и в поисковике, либо ВКонтакте. Если есть необходимость, можно выйти к нам в группу, написать. Я отвечу. Дам вам ссылочку. Итак, что такое система Табата? Это выполнение упражнений определенного промежутка. То есть мы с вами будем использовать классическую систему. Это 20-10. То есть 20 секунд выполнения упражнения, 10 секунд отдыхаем. Что это значит? Первый прыжок, если помните, у нас был обычный прыжок вперед. То есть подается звуковой сигнал, вы начинаете прыгать вперед. 20 секунд прыгаем. Если вдруг вы зацепили скакалку, ничего страшного, возвращаем в исходное положение и продолжаем прыгать. Итак, 20 секунд. Прозвучал звуковой сигнал. Останавливаемся, 10 секунд отдыхаем. Потом звучит опять звуковой сигнал. Мы начинаем выполнять следующее упражнение. Прыжок назад. Также в течение 20 секунд прыгаем. И так далее. Все 8 прыжков мы с вами выполним. Если вопросов нет, мы начинаем. Если музыку не будет слышно, ориентируемся на меня. Я выполняю упражнения. Останавливаясь, отдыхаем. Пригодовались. Прыжок вперед обычный. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Отдыхаем. Прыжок назад. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 6, 3, 2, 1, go. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отлично! Используя эту систему Можно выполнять Различные прыжки То есть использовать базовые прыжки На самом деле их достаточно больше Поэтому Если кому-то интересно Можно написать в комментариях Зайти в нашу группу Группа называется Школа скиппинга Омка Поэтому заходите, интересуйтесь Мы всегда готовы ответить Рассказать еще больше о скиппинге и так далее Чем еще хороша эта система? Тем, что, если видите, тут не задается количество прыжков Тут задается времени То есть в зависимости от своей физической подготовки Вы можете выполнять Кто-то за эти 20 секунд сделает 40 прыжков Кто-то сделает 30, кто-то сделает 10 и так далее То есть здесь можно уже самому индивидуально регулировать интенсивность этого упражнения Соответственно, чем чаще выполняете Тем ваши уровни физических способностей Лучше становятся, выше и так далее Можно ускорять и так далее Соответственно Какие еще есть прыжки? То есть в эту систему табата можно включать Допустим Двойные прыжки Когда спортсмены за один прыжок выполняют Два оборота скакалки Сейчас покажу Даете ли на тренировке скакалки? Видим Да, тем, кто к нам приходит У нас есть небольшой запас скакалок Для фристайла Для скорости Поэтому, если приходите на тренировку Мы выдаем скакалки Но мы пока не тренируемся Мы тренируемся все дома Поэтому, как только нам разрешат тренироваться Все вместе Сохраняя тот режим Режим изоляции Друг от друга То расстояние То мы приглашаем, конечно, на тренировку Можно также заходить в нашу группу Интересоваться, когда И где мы собираемся И заранее предупредите Если у вас нет скакалки Заранее предупреждайте Мы привезем то необходимое количество скакалок Которое нужно На базе какого учреждения Мы проводили тренировки на базе двух учреждений Это Омский музыкально-педагогический колледж Спортивный зал Который находится по адресу Будеркино 1А Это в районе шинного завода Мы проводим полвыходным В воскресенье там тренировки В будние дни Мы занимаемся на базе Лицея номер 149 В вечернее время По вторникам-четвергам У нас проходили тренировки Соответственно В этих двух учреждениях Мы проводим тренировки Еще раз повторюсь Лицей номер 149 Бульвар Заречный 3 На левом берегу И Омский музыкально-педагогический колледж Это спортивный зал На улице Будеркино 1А Еще мне показывают вопрос Хорошо После эфира напишем Итак Какие еще можно выполнять прыжки Итак Двойные прыжки Когда спортсмен выполняет За один прыжок Два оборота скакалки То есть прыжок Если вы заметили Тут уже более высокий прыжок И быстрее нужно работать кистью Не у всех это получается В чем ошибка бывает У тех кто начинает прыгать Это подгибание ног Либо вперед спортсмен прыгает Выполняет прыжочки Либо наоборот Назад закидывает ноги Этого нельзя делать Это неправильная техника прыжка Обычно высокий прыжок При этом ноги прямые Высокий прыжок Как научиться Принцип примерно тот же самый Что и обычный прыжок С чего стоит начать Так называемые Их называют пингвини прыжки Когда вы прыгаете И ударяете два раза по ногам Прыжок А если это получается Вот те кто начинает прыгать То есть высокий прыжок И быстро ударить Двумя руками Это нужно для того Чтобы Спортсмены Или скипер Или те кто начинает заниматься Почувствовали вот этот Высокий прыжок Обратить внимание Чтобы ноги Не закидывались вперед И чтобы ноги Не закидывались назад Еще раз Прямой прыжок Отлично Если это получилось Все хорошо То есть есть Высокий амплитудный прыжок Мы переходим К следующей Кстати скажем так Это Прыжки со скакалкой То есть мы берем Две ручки в одну руку И выполняем Также круговые движения Только максимально быстро То есть раз-два 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 Также смотрим Чтобы скакалка У нас находилась в плоскости Выполняем прыжочки И так далее То есть Задача научить Крутить скакалку В одной С одной стороны И с другой стороны Раскручиваем И так далее Когда это все получается Начинаем выполнять Двойные прыжки Если у кого-то Не получается Допустим Через раз Ничего страшного Можно выполнять Двойные Обычные прыжки То есть Обычные 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 И двойные Отлично Это так называемые Силовые прыжки И так далее То есть Следующее Это выполнение Различных манипуляций С одной манипуляцией Мы уже с вами Познакомились Это крест Когда прыгаем Руки в крест То же самое Можно делать Выполняем Прыжок Матадор Когда скакал Ходит в сторону И мы руки скрещиваем Мимо Вместе Мимо Летом Вы проводите Тренировки Или только В учебный год Отвечая на вопрос Летом Проводим мы Тренировки Или нет Все зависит От той ситуации Которая сейчас Складывается в мире И конечно Мы летом Проводим тренировки Как правило Мы проводим их В сквере Держинского Либо Недалеко Это скака Блинова Это те места Где есть Удобное покрытие Для прыжков То есть Деревянное покрытие Мы Используем Это покрытие Чтобы выполнять прыжки Поэтому Если Летом У вас Будет свободное время И нам Разрешать заниматься Вместе Тренироваться Поэтому приглашаем вас Вся информация У нас будет Выставляться В группе Если кому-то Необходимо Приехать В какой-то двор Попрыгать Пожалуйста Приглашайте нас Если там соберется Достаточно Количество Детей Которым интересно Прыгать на скакалке Мы приедем Привезем Свои скакалки Сколько нужно будет Научим их прыгать Не только через Скажем так Сингл роб То есть Одиночная скакалка Но у нас есть Еще Прыжки Через длинные скакалки Через одну длинную Через две длинные И так далее То есть Скиппинг Он достаточно большой Многообразен И он не только Ограничивается На обычной Простой скакалке То есть Есть длинные скакалки Есть различные упражнения И так далее Поэтому если есть необходимость Мы можем приехать Предварительно Конечно договорившись В любой В любой двор В любое образовательное Учреждение В любое спортивное Учреждение Если это необходимо Научить детей прыгать То есть Мы всегда открыты Для общения Приглашайте И так Еще какие манипуляции То есть Матадор Как он выполняется У нас Рука идет в сторону Потом крест Также с простого Движения До ловли Скакалку Мимо И рука Скрещивается В одну сторону И в другую Сейчас покажем Как это выполняется Прыжок Мимо Мимо То есть Когда выполняете прыжок Матадор Рука накрывает Когда мы вводим Скакалку мимо Следующая То есть Они сменяют Друг друга Раз Два Три И четыре Еще раз Медленно показываю К какому типу Относится тройный прыжок Начинающий Базовый Или профи Тройной прыжок Это силовой прыжок Он Никакому типу Не относится Это просто прыжок То есть Тут нет Какого деления Начинающий Профи Или дебютант Нет То есть Это Обычный прыжок Конечно Это соревновательный прыжок Когда спортсмен Выполняет Тройные прыжки Обычные Тройные прыжки Это один из видов Соревнований Это силовые элементы Когда спортсмен Без Отдыха Выполняет Подряд Тройные прыжки То есть Тройной Тройной Если я не ответил на ваш вопрос Пожалуйста, еще раз задавайте Более конкретно И я буду отвечать Конечно, есть тройные прыжки Которые спортсмены выполняют Во фристайле Сейчас я покажу самый простой Когда скакалка проходит мимо И выполняем два прыжка То есть это считается тройной прыжок Еще есть тройной прыжок Когда скакалка проходит мимо-мимо Вперед Это уже мы пошли Плавно из манипуляций Перетекаем в мульти-прыжки Что такое манипуляции Немножко вернемся Это когда вы из обычного положения Начинаете менять руки Это манипуляция Это тоже петля Допустим, это тоже манипуляция В одну сторону, в другую Крест под ногой Так далее Это все манипуляции Сейчас я уже продемонстрировал Несколько Мульти-прыжков Мульти-прыжки Это когда спортсмен За один прыжок Выполняет Два, три Либо четыре Оборота скакалки Значит, небольшую связку покажу Из мульти-прыжков Это была связка Из нескольких мульти-прыжков Двойные и тройные прыжки Есть еще Одна категория Это намотки Различные намотки Как можно под ногой На руку выполнять Разворачиваться Это все намотки Вот таким элементом мы учим детей На тренировках Также есть силовые элементы К ним относится Планка Относится фрок Или стойка на руках Шпагаты И так далее Сейчас попробую продемонстрировать Насколько это возможно Прыжок в планку Когда спортсмен прыгает в планку И выпрыгивает Проносит скакалку Занятия платные Что? Занятия платные Занятия у нас бесплатные Мы проводим их Еще раз повторюсь На базе Общеобразовательных учреждений Занятия у нас бесплатные Какой еще элемент? Ну Стойка на руках Вот это все относится К силовым элементам Есть еще К роботические элементы Когда спортсмен выполняет Сальто вперед Сальто назад Различные обороты И так далее А у меня какой уровень Базовый или начинающий? Что именно? Спрашивают Удалили Хорошо Так Еще раз повторюсь Если есть вопросы Задавайте Если вы хотите разобраться В прыжках базового уровня Или профи уровня То можно Выйти с нами Уже непосредственно на связь Потому что Их достаточно большое количество Прыжков И Как бы Сейчас показывают Там базовый прыжок Или профи Уровни И так далее Как бы Нет такого Что это именно Прыжок базового уровня Есть профи уровня Нет Есть прыжки У них есть уровни Первый, второй, третий Четвертый, пятый, шестой И так далее То есть Это все зависит Скажем так От набора тех элементов Которые вы выполняете В одном прыжке То есть От 0,5 Да Там по количеству баллов Он оценивается И Высоко И Хотел предложить Вам Выполнить Небольшой комплекс Обсихизической подготовки Тоже со скакалкой Мы тоже будем Использовать Систему Табата Мы выполним Две серии Где будем Выполнять Восемь упражнений Упражнения Будем выполнять Со скакалкой Какие это упражнения Настоящему скиперу Не только нужны Сильные ноги Но и сильные руки Я сейчас покажу Какие четыре упражнения Мы будем с вами выполнять Это упражнение Отжимания Крокодильчиком Для этого нам понадобится Скакалка Мы ее ложим на пол Одна рука у нас находится Впереди скакалки Другая сзади Мы отжимаемся Выпрямляем руки Меняем местами Отжимаемся Выпрямляем руки Еще раз смотрим Отжимаемся Поменяли руки Отжались Поменяли руки Отжались Отлично Это первое упражнение Второе упражнение Это выпады Также скакалка у нас лежит горизонтально Ставим ножку вперед И делаем прыжок Смену ног Прыжок Смену ног Тут нужно прыгать высоко Чтобы не задеть скакалку Чтобы она у нас Не развалилась Следующее упражнение Здесь скакалочку нужно будет сложить в четверо Складываем в четверо Будем выполнять упражнение лодочка То есть лежа на животе Руки выпрямлены Сначала подтягиваем Сгибаем руки Груди Выпрямляем И сгибаем за спину Демонстрирую Смотрим внимательно Ручки вперед В груди За спину Груди За спину И четвертое упражнение Это выпрыгивание вверх Мы Приседаем вниз Касаемся скакалки пола И выпрыгиваем вверх Скакалку вверх Пол вверх Итак, четыре упражнения Еще раз Это отжимания Способом крокодильчик Это выпады Когда мы сменяем ноги Это упражнение для спины Когда мы делаем лодочку Скакалку у нас сложено в четверо Сначала груди подводим скакалку Потом за спину И выпрыгивание вверх Это четыре упражнения А между этими упражнениями Мы выполняем прыжки со скакалкой Спринт Еще раз покажу, как он делается То есть чередуем скакалку Проносим Под каждой ногой Еще раз, что мы делаем Первое упражнение у нас Как я уже сказал Отжимания То есть мы в течение 20 секунд Отжимаемся Отжались 10 секунд у нас на отдых Мы берем скакалку Готовимся И 20 секунд Бежим Уполняем спринт Потом уже следующее упражнение Выпады и так далее Тоже Самоиспользуем Систему табата После Выпрыгивания вверх Тех, у кого Получится Сделать двойные прыжки Тех, у кого не получается Выполняем упражнение Спринт То есть Последнее Упражнение Это у нас будет Двойные прыжки То есть за один прыжок Выполняем Два оборота скакалки Постарайтесь Попробуйте Если у кого-то получается Через раз То есть ничего страшного Постараемся это сделать Двойные прыжки Если вдруг У кого прям вообще не получается Тогда делаем обычные прыжки Спринт Бежим на месте Итак, я включаю музыку Если что-то непонятно Задавайте вопросы Комментируйте Мы будем отвечать В смысле Мне надо учить Какую-то связку Я Даша Нет, никакие связки Учить не нужно Мы с вами выполним Небольшой комплекс Общей физической подготовки Используя ту же систему Табата То есть Не только прыгать На скакалке Но и выполнять Силовые упражнения Такие как Отжимания Прыжки Выпады Упражнения На спину И выпрыгивание Вверх И начинаем Мы с отжимания Скакалочку Приготовили Я включаю Ту же самую музыку Также 20 секунд Выполняем упражнение 10 секунд Отдыхаем Так, какой вопрос? Это мой Итак, включаем Поднимаем Продолжение следует 5 4 3 2 1 Go 5 4 3 2 1 Rest 5 4 3 2 1 Go 3 2 1 Rest 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 Go 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 5, 4, 3, 2, 1 Добавил DimaTorzok 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 Хочу сказать, что, допустим, выполнение прыжков на скакалке бисери и скоростной скакалке, они, конечно, разнятся. На скоростной скакалке она специально предназначена для таких упражнений, поэтому, соответственно, тросик легче и он двигается быстрее, поэтому на ней мы выполняем больше прыжков. Итак, возвращаемся к упражнению Бурби. Итак, смотрите, мы делаем прыжок, встаем, прыжок. Здесь можно после того, как вы встали, делать либо один, либо два, либо три прыжка, все зависит от вашей физической подготовки. Как еще это упражнение можно усложнить? То есть, вы, когда выходите с Бурби, делаете не обычный прыжок, а двойной прыжок. Смотрим. Прыжок. Так, скакалка зацепилась. Прыжок. То есть, можно добавить двойной прыжок. Еще как усложнить, это, когда вы уходите в упор лежа, делать отжимания. Сейчас покажу. Прыжок. Отжимания. Двойной. Вот такие прыжки, такие элементы для комплекса общей физической подготовки. Мы можем добавлять в ваш тренировочный режим. Вы можете добавлять. И у нас время нашей тренировки подходит к концу. Если не задали вопросы, задавайте. Я хочу предложить небольшую связку для тех, кто впервые взял скакалку. Да, там, связочка состоит из базовых прыжков, из простых прыжков. Что такое фристайл, да? То есть, это выполнение различных манипуляций, мультипрыжков со скакалкой вместе, да, там, под музыку. Сейчас я просто без музыки покажу несколько прыжков. Если у кого-то получится выполнить эту связку, да, отсылайте нам видео в нашу группу. И тех, у кого лучше всех получилось, мы презентуем от нашей команды наш фирменный браслетик. Вот такой браслетик. На руку с эмблемой нашей группы. Есть разные цвета. Кто выиграет, может выбрать цвет. Вот. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться к скиппингу, научиться прыгать, присылайте, обозначайтесь в нашей группе ВКонтакте, в Инстаграме, во всех соцсетях. У нас есть аккаунт, поэтому милости просим. Итак, небольшое конкурсное задание. Кто хочет, поучаствует. Даже если там вдруг что-то не получится, можете задавать вопросы. Давайте с вами решим, что до конца этой недели мы в воскресенье подведем итоги. До этого времени вы можете задавать вопросы, если какой-то элемент у вас не получается. Мы подробно, прям пошагово разберем. Видео я вам отправлю, будем с вами на связи, общаться и так далее. Поэтому смотрим, какую связочку я вам приготовил. Завтра будет тренировка. Завтра в 6 часов тренировочка у нас на платформе Zoom, через приложение Zoom. Так, эта связка, я хочу сказать, что в конце апреля мы провели онлайн-чемпионат по скиппингу. И спортсмены выполняли скоростные упражнения. Это двойные прыжки, спринт как раз за 30 секунд. И выполняли связку. Вот сейчас то, что я вам покажу, это немножко модифицированная связка для начинающих. Поэтому она очень простая. Смотрим. Начинаем с исходного положения. Скакалка под ногами. Делаем намотку. Раскручиваем. Прыжок в крест. Прыжок в стороны. Прыжок в стороны. Вверх. Вверх. Матадор. Так, не получилось. Давайте еще раз сначала. Прошу прощения, скакалка цепляется за коврик, поэтому, если с первого раза у меня не получилось, намотку. Да, тут нужно пропрыгнуть. Намотка. Раз, два. Итак, еще раз показываю связку. Забыл один элемент. Сейчас постараюсь сделать это окончательно. Итак, смотрим внимательно. Намотка. Прыжок в крест. Ноги в рост. Ноги в рост. Размножка. Вверх. Вверх. Матадор. Прыжок. Двойной. Разворот. Ноги в рост. Ноги в рост. И там выложим. Поэтому заходите, смотрите, участвуйте в конкурсе. И если нет вопросов. Есть вопрос? Нет вопросов. Говорю вам спасибо за то, что были с нами. Тренировались. Приглашаю вас присоединиться к нашим тренировкам по скиппингу. Онлайн тренировкам. Либо тренировкам на улице, когда это разрешат. И заниматься прыгать на скакалке. И большое спасибо Министерству спорта и физической культуры. Молодежной политики Омской области. Желаю вам быть всегда здоровыми.